Приветствую всех, меня зовут дядя Митя и я Юля, и мы сейчас находимся в парке Дельфин. Парк Дельфин находится у нас на левом берегу, рядом с водокранилищем. И сейчас идет полностью реконструкция этого парка. Свою историю парк Дельфин начал с послевоенного времени. Одновременно с восстановлением города после войны, его жители начали заниматься высадкой сосен на небольших участках земли. Появлением нового завода электроника, рядом стали строиться новые населенные улицы. Люди в выходной день предпочитали выбираться на прогулку и на пикники именно в это место. Этот парк популярен среди местных жителей. Сюда приходят прогуляться люди разных возрастов. Кто-то занимается скандинавской ходьбой, а кто-то гуляет с детьми. В связи с этим было принято решение о благоустройстве основного участка. Появление водохранилища способствовало возникновению пляжа на прибрежной территории. Что тут еще такого популярного? Это, конечно же, наше любимое водохранилище. Отсюда открывается офигенный вид на правый берег. Также сюда люди приезжают позагорать, а потом рассказывают то, что они ездили на море. Потому что загар ложится такой же коричневый, как и на юге. В 1975 году, 1 июня, состоялось официальное открытие парка Дельфин. Оно специально было приурочено ко дню защиты детей. А завод электроника взял это место под свое покровительство. Дельфин был полноценным детским парком. На территории имелись аттракционы, тир. Были оборудованы несколько детских площадок. Недавно здесь была установлена эта современная детская площадка, где можно прийти, покачаться на качелях или полазить на всяких турниках. Рядом с парком был основан фонтан с каскадным бассейном, спускающийся к реке. Силами завода Дельфин содержался в чистоте. Но с развалом СССР парк пришел в запустение. Парковую зону пытались облагородить несколько раз. Первый раз относится к 2003 году. Тогда часть парка была выкуплена для постройки аквапарка Фишка. Второй раз его пытались восстановить уже в 2011 году. Но, к сожалению, эта попытка не увенчалась успехом. А в 2015 году был создан план реконструкции парка. В него включили большое разнообразие различных тематических зон. Реставрация маяка и постройка детских площадок. Самое популярное у молодежи – это маяк. Сейчас его полностью реконструируют. Но власть города убавила энтузиазм архитектора, заявив, что денег на восстановление нет. Хотя реализация проекта будет постепенно проводиться силами инвесторов. Это место решили отреставрировать с помощью предпринимателей. Так что давайте отнесемся с пониманием, что здесь сейчас происходит. Прогуливаясь по этому парку, мы увидели, что реконструкция идет полным ходом. Кому понравилось мое видео, не забывайте ставить лайки. Меня зовут дядя Митя. И пишите в комментарии, что вы хотели бы увидеть. Всем удачи и пока!